приветствую вас друзья на новом видео и сегодняшнее видео про сборную россии на турнир казань judo grand slam 2021 который пройдет в столице татарстана с 5 по 7 мая три дня борьбы три прекрасных дня около 500 спортсменов заявились на данный турнир турнир это последний перед олимпийскими играми перед чемпионатом мира который имеет класс большого шлема это последний момент для некоторых дзюдоистов набрать нужные баллы для того чтобы полететь на долгожданную олимпиаду которая в прошлом году не состоялась из-за эпидемии и мы начинаем состав сборной россии 60 килограммов мы начинаем с робертом швидобадзе чемпиона европы двадцатого года я думаю что роберт имеет большие шансы войти в тройку первую в этом весе он выиграл турнир hunger и громстан 2020 в том году и следующие представители весе 60 килограммов это огузов альберт который в этом году показывают неплохую борьбу так сказать на на хорошем темпе альберт я думаю что так как турнир домашний для россиян также огузова большие шансы войти в первую тройку мне нравится его борьба в этом году состав большой и сразу же мы переходим к весу 66 килограммов это абдул абдулджаллилов 30-летний дзюдоист один их самый зрелищных в этом весе крутая техника скорость него судится руку не гоши просто супер дело это было ну третье пятое место точно должен занять учитывая конкуренцию в этом весе там дальше еще есть молодой парень подрастающего поколения 22 года это чопанов мурат который в этом году тоже показывает услугненное дзюдо я буду болеть за него потому что его дзюдо мне импонирует он на предыдущем турнире неплохо показал себя я думаю если мурат будет показывать такое же дзюдо как и на предыдущих двух турнирах в анталии и в тель-авиве то медаль ему точно обеспечена кто поедет на олимпиаду от этого веса пока что не известно и третий представитель веса до 60 килограммов чеченец шамилов якуб тоже очень зрелищный супер техничный дзюдоист давно я за ним слежу на моем канале есть видео про него всегда на соревнованиях я смотрю за его борьбой сюда получается показать именно красоту не то скучное дзюдо на результат именно атакующая дзюдо настоящая борьба думаю шамилов имеет большие шансы тоже войти в тройку абдулла и якуб я думаю они фавориты посмотрим как чупанов отборется тоже и 73 килограмма вес единственный представитель в этом весе из топов это ярцев денис очень неоднозначная фигура в дзюдо человек который побеждал он ушах и я на чемпионате мира в челябинске который полуфинале на чемпионате мира в токио тоже едва ли не победил японца денис тоже неплохо борется всегда дома всегда он показывает первых красивую борьбу зрелищную мастер подсечек он встречных подсечек и я думаю если ярцев настроен серьезно а перед олимпиадой иначе быть не может то также в тройку войти он должен если я не ошибаюсь можете мне исправить но похоже мне стиль ярцева вместе со стилем я японца это нагаса токонори можете написать в комментариях согласны ли вы со мной и следующий вес до 81 килограмма и здесь олимпийский чемпион хасан халмурзаев который в этом году к сожалению показывает не очень хорошие результаты не те которые ждут на возможно от олимпийского чемпиона 27-летний дзюдоист всегда борется всегда летает на все соревнования очень трудолюбивый и дать прогноз сложно потому что нестабильно выступает последние года а вот следующий парень это слон лапинагов который в том году занял первое место на турнире тель-авив гранд слэм точнее тогда был гранд-при гранд-при тель-авив он выиграл в этом году тоже он много боролся много ли ездил и вот то слон мне кажется имеет шансы войти в тройку первую конечно же на олимпиаду скорее всего выберут хасана халмурзаева как действующего чемпиона защищать свой титул но аслан тоже нужно отдать ему должное борется очень хорошо в этом году и на европе и на гранд слэм тель-авив он был и следующий вес это до 90 килограммов также очень сильный дзюдоист наверно два самых сильных в этом составе это игольников и башаев но сейчас у нас 90 килограмм а значит это михаил игольников чемпионы европы двадцатого года бронзовый призер чемпионата европы этого года бронзовый призер турнира мастерс 2021 этого года в дохе мне очень нравится как он борется его подхват и зацепы это просто супер я думаю игольников родных стенах должен занимать первое место он один из фаворитов на медаль весит до 90 килограммов сумасшедшая конкуренция бекаури шерезадишвили чемпион мира нуэл вантенд олимпиада будет очень интересно и в этом весе что игольников тоже очень сильно и многие иностранные зрители иностранные журналисты его отмечают как одного из самых опасных в этом весе оно и понятно почему он побеждал много кого и машу бейкера действующего чемпиона олимпийского из японии и никуласа несколько раз и я думаю на этом турнире он займет первое место и следующий вес это 100 килограммов и адамян арман 24-летний дюдоист молодой но довольно таки опытный который в этом году хорошо выступает часто борется есть медали в том году так же на европе он очень хорошо отборолся солидно в этом году он проиграл в полуфинале анталии смог в турции занять третье место получить бронзу в финале выиграл он серба александр куколье я думаю тоже у него проблем не должно быть и в первой тройке мы его дала в принципе увидим скорее всего и вес свыше 100 килограммов это мирлан башаев чемпион европы того года победитель турнира анталия гранд слэм финале он за японию хоросаву просто прекрасный бросок провел я думаю на этом турнире он тоже выиграет и что-то мне подсказывает что тренерский состав скорее всего выберет тамерлана на олимпиаду нежели и на лото соева ну а только время расставит все на свои места а вам друзья спасибо за просмотр пишите комментарии и ставьте лайки